здравствуйте ну вот решил продолжить как бы что тему видео еще одну вернее снять про концертный вот этот вот 304 значит который показывал в прошлый раз в прошлом видео для сравнения значит воспроизводимости вот этого вот агрегатика концертного но вот с тем с радиоприемником значит в прошлом видео было небольшой так это называется конфуз что ли значит насчет динамика вот в этой вот так называемой вот колонки которая шла с концертным 304 звучали они паршиво звенели визжали так что даже пришлось подключать от электрофона аккорд значит разобрался я в чем причина вот этого вот визжание в этой вот колонки как я и говорил в прошлом видео значит я когда ремонтировал ну как ремонтировал в любом случае пытался восстановил вернее вот этот вот 304 электрофон смотрел я то есть скрывал вот эту вот сейчас секундочку возьму ручку вот это вот часть здесь стоит два овальных таких динамика по схеме они 1 gd что-то там дальше не помню не зациклился на них значит вскрыл я вот эту вот посмотрел вроде бы как визуально все нормально то есть на заводских там как бы торчат такие винты план с той стороны в плане значит гаечки закручены краской от меч то есть из их 22 овальных таких динамика стоят визуально они прекрасно себя то есть без обрыва без ничего я прозвонил то есть все хорошо но было лежание кто смотрел прошлое видео слышал значит вот ну после прошлого а и она пластинки например вот у меня там есть ну я потом ее покажу купленная в конце 80-х годов была пластинка группа кино кто знает с виктором своем значит она конечно была немножко заезженная ну как мы в те времена когда ее покупали она днями и ночами работала крутилась вернее вот ну я ее когда как бы восстановил то есть отремонтировал вот этот вот концертный значит я ее поставил подключил ну было чуть-чуть визжание такое как бы звон визжание так называемая но вот этих вот но я не то что не придал значения я решил как говорится на саму пластинку так как она неизвестно сколько раз было прокручено прослушано вот а когда мы поставили почти практически новую пластинку на 33 оборота из более ранних то есть естественно запись там было в те времена вернее совсем не такая качество записи качество значит записывающих устройств как на более современных вернее не современных более поздних вот тоже кино в конце 80-х то есть оборудование естественно было другое и она вообще это пластиночка кладешь и женка то есть звон стоял звезд к этот очень плохой очень некрасивый значит причина была в чем значит скрыл я все-таки вот это вот часть эту всю открутил я полностью динамики и там как объяснить визуально со стороны магнитет есть у меня сейчас другой динамик и специально подготовил чтобы показать значит но это круглый тоже советские а там были овальные значит вот отсюда если смотреть на него вроде бы все все целое после вскрывания то есть когда я их открутил от винтика в этих открутил эти гаечки перевернул эти динамики и вот здесь в этом этого нету это конструкция динамика вот здесь вот прямо по центру как будто не знаю какие-то насекомые вы или многократные многократные дырочки какие небольшие отверстия очень-очень много то есть до подвеса вроде они не добрались но вот здесь вот было все выйдет с этой стороны естественно этого не видно поэтому как бы не заметил я это дело вот подобрал я сюда динамик один советского производства в хорошем качестве соответствующего вот этой вот агрегату этому концертному по мощности значит и еще один подобрал но уже наверное с не знаю с какой врать не буду с импортной с какого-то как говорится не то радиоприемника я уже даже и не помню то есть он по размерам по всему подходил там чуть-чуть я пересверлил значит отверстие вот подключил это все дело то есть все отрыву как не отрывал запаял то есть все вот это вот часть готова до оговорюсь еще что значит когда вот этот вот принимаешь что значит вот здесь вилочка такая значит к нему я взял ради как говорится интереса своего подключил есть у меня колонки с 30 советского производства корпуса конечно там уже не очень хорошем состоянии но фильтр два там динамика стоят высоких низких среднест низко-средние там как бы частоты большой такой динамик побольше и высокие маленькие как так называемо как когда-то мы назвали пищалка и стоит фильтр вот для вот этих высоких для этой как бы пищалки но там я в нюансы не вдавался повторюсь еще раз в этом видео я не радиолюбить значит подключил я вот это вот сюда знаете звук вообще шикарный на той колонке то есть неважно какую пластинку как бы проигрываешь звук очень хороший то есть поддается регулировки высоких низких то есть изумительно скажу честно после как бы ремонта вот вот этого вот концертного 304 я не знал как бы оставить его себе подарить продать кому-нибудь как бы я более как бы старее техника меня интересует но после прослушивания на этой как бы подключая не подключение вот этого вот 304 кто и колонки с 30 мощности хватает как я понял вот этого концертного меня закралась не то что сомнения а вернее не сомнения а мысль отреставрировать эти две колонки ну хотя бы одну для начала так как мона вот и так как это называется баловаться иногда возможно подключать вот к этому вот 304 как бы звук очень хороший очень меня впечатлил поэтому насчет этого дела я еще не решил вот значит сделал я вот такую вот штучку ну кто увлекается тот знает что это вот так как я в прошлом видео видел заглушки здесь не было красненький такой пластик подобрал ну как бы для виду чтоб возможно оригинальная она не такая но пока как говорится сойдет значит покажу сейчас звучание наверно вот этого с новыми динамиками вот и записи как я и говорил то есть если взять пластинку я прослушивал специально перед этим видео так как бы для себя если взять пластинку грубо кино вот она у меня сейчас я секундочку опять дядя сталин ладно значит она ведь этот конверт подкрашенный что-то я не помню значит если взять вот эту вот пластинку грубо кино то есть она 90 конца 80-х скорее всего да я там точно не помню она стоила 2 рубля что-то там 50 копеек что-то написано до 88 год вот и например вот эту пластинку петр ященко это пластинка 90 года выпуска естественно обработанная запись здесь есть но записи 30-х годов как я понял как бы тут написан вот почищена естественно по это или же взять пластинку ну вот такую как мы как бы в прошлый раз только на этот раз это что георгиевск наверно да георгиевск вот она тоже новая долгоградщина первых выпусков то есть запись самой грамм записи вернее оборудование естественно отличается ну вот даже не знаю ну давайте все три может быть по чуть-чуть и мы посмотрим значит это записи как говорится тех времен это уже современная запись само собой на студии и на хорошем оборудовании но это записи если верить тому что здесь написано на тридцатых годов записи но естественно не чуть-чуть подчищены и не сравним даже вот звучание этих пластинок ну и заодно посмотрим звучание этих динамиков сейчас ставим на паузу дальше продолжим значит что поставил я пластинку группа кину виктор цой ну давайте попробуем кусочек я по как говорится немножко покручу тембр и послушаем эти динамики которые я поставил давайте где нибудь здесь так громкость вот хватит пока вот одна из говорится его песен маленький кусочек звучание регулировка вы сами все слышали звук как бы современных но не современных на то время на звучание на звучание вроде бы какие ничего в этих динамиках получилось на колонке повторюсь еще раз на этой стресс вообще еще получше еще красивее значит ставим на паузу еще одну проверяем так поставил пластинку петр не щенка то есть записи 30-х годов пластинка 90 того года произведена естественно как я говорил почищенная значит аппаратуре такой как тогда существовало нет это не очень Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон»